Слияние поглощения на первом деловом. С вами Игорь Мищенко. Сегодня в программе. Эпицентр поглотит новую линию. Итальянская группа Юникредит может уйти из Украины. Холдинг Агротон продает активы, а также миллиардные сделки мирового рынка слияний и поглощений. В сеть строительных гипермаркетов Эпицентр приобретает своего главного конкурента – новую линию. Владелец Эпицентра, народный депутат Александр Герега, может выкупить акции новой линии у инвестиционной компании Dragon Capital, которая в этом году сконцентрировала 65% акций сети. Стороны данную информацию пока не подтверждают. Однако, по информации участников рынка, сделка состоится в ближайшее время. У новой линии на сегодня 16 гипермаркетов. Если сделка состоится, то Александр Герега увеличит свою сеть с 42 до 58 магазинов. И таким образом закрепит доминирующее положение Эпицентра на рынке. Новая линия – вторая по величине сеть строительно-хозяйственных гипермаркетов в Украине. У нее 16 магазинов, общей торговой площадью 250 тысяч квадратных метров. Ассортимент товаров компании насчитывает 100 тысяч наименований. Эпицентр К – крупнейшая сеть строительно-хозяйственных гипермаркетов в стране. У нее 42 гипермаркета в столице и областных центрах. В 2009 году Эпицентр открыл самый большой строительный гипермаркет в Европе. Площадью 56 тысяч квадратных метров и ассортиментом 350 тысяч товаров. По оценкам экспертов, стоимость новой линии составляет не менее 300 миллионов долларов. Однако сумму сделки определить пока невозможно. В частности, неизвестно, будет ли продавать свой пакет шведский инвестфонд «Ист Кепитал», собственности которого оставалось 28% акций новой линии. Один из крупнейших агрохолдингов Украины – группа компании «Агротон» предпринимателя Юрия Журавлева – продала один из своих активов в Луганской области – агрофирму имени Шевченко. Предприятие обрабатывает более 3000 гектаров земли. Покупатель предприятия, равно как и другие детали сделки, не называются. Это уже вторая продажа «Агротона» за несколько месяцев. Напомним, в июле «Агрохолдинг» продал марковский сырзавод за 144 тысячи долларов. По мнению аналитиков, группа испытывает финансовые трудности. Как известно, летом «Агрохолдинг» Юрия Журавлева не смог выплатить процентный доход по своим еврооблигациям. В результате, держатели облигаций на сумму 50 миллионов долларов согласились на реструктуризацию долга, а выплату купона перенесли на январь. «Агротон» – крупнейший производитель сельхозпродукции Восточной Украины, один из ведущих в стране производителей подсолнечника, пшеницы и молока. Также занимается животноводством и производством продуктов питания. Земельный банк группы насчитывает 210 тысяч гектаров в Луганской и Харьковской областях. Акции кипрского холдинга «Агротон» Public Limited 2010 года котируются на Варшавской фондовой бирже. Юникредит групп может уйти с украинского рынка. Итальянская группа рассматривает возможность продажи Укрсоцбанка. Как стало известно прессе, Юникредит уже начала поиски потенциальных покупателей. Напомним, итальянцы купили Укрсоцбанк в 2008 году, заплатив за 94% акции 1,5 млрд евро. Как сообщается, окончательное решение о продаже еще не принято. В настоящее время итальянская группа присоединяет к Укрсоцбанку свой первый актив в Украине – Уникредитбанк. Слияние структур может завершиться уже в декабре нынешнего года. Глобально же Юникредит групп покидает те страны, где видит мало возможностей для роста и одновременно расширяет присутствие на более перспективных рынках. Так, весной группа продала свое подразделение в Казахстане, а недавно подала заявку на приобретение еще одного банка в Польше, а также намерена расширять свой бизнес в Китае. Укрсоцбанк – шестой по размеру активов банк в Украине. Сеть банка насчитывает более 500 филиалов и отделений во всех регионах Украины. Юникредит групп – одна из крупнейших финансовых групп Европы. Ее сеть насчитывает более 9800 отделений и представительств в 50 странах мира, из них 4000 в странах Центральной и Восточной Европы. Общие активы группы составляют 890 миллиардов евро. Слияние агрокомпаний «Хармелия» и «Агрогенерейшн» завершится в ноябре. Антимонопольный комитет Украины уже выдал разрешение на эту сделку. Напомним, французская компания «Агрогенерейшн» и аграрный холдинг «Хармелия», созданные американской инвесткомпанией «Сигма Блейзер», в мае подписали соглашение о слиянии. Обе компании занимаются выращиванием сельхозкультур в Украине. «Агрогенерейшн» арендует земли в западных и северных областях, а «Хармелия» на востоке страны. Объединенная компания будет управлять земельным банком в размере 120 тысяч гектаров. Как сообщалось ранее, в результате сделки фонд «Сигма Блейзер» передаст «Агрогенерейшн» 100% акций «Хармелия» и за это получит 62% в объединенной компании. «Агрогенерейшн» занимается выращиванием зерновых и масочных культур в Сумской, Житомирской, Тернопольской и Львовской областях. Земельный банк компании – около 50 тысяч гектаров. Акции компании с 2011 года котируются на бирже «Найса Евронекст». «Хармелия» обрабатывает 70 тысяч гектаров в Харьковской области. «Сигма Блейзер» – международная инвестиционная компания. Управляет фондами прямого инвестирования в Украине, Румынии и Казахстане на сумму около 1 миллиарда долларов. Портфель активов в Украине представляют такие предприятия, как «Полтава Кондитер», «Воля Кабель», сеть магазинов «Космо» и ряд других. А теперь о главных новостях мирового рынка расскажет Мария Литвинова. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, Игорь. Google купила технологию для распознавания жестов. Лоицу идет из Австралии, а в мировой шинопромышленности может появиться новый лидер. Google купила компанию Flutter, она создает технологии для распознавания жестов. Обе стороны комментировать отказались. Детали сделки держат в секрете, в частности, ее стоимость. Однако известно, что операция уже закрыта. В компании Flutter говорят, что после покупки со стороны Google они продолжат свои исследования в области жестовых технологий. Также компании договорились, что продукты Flutter продолжат существовать какое-то время, но будут поставляться как расширение для браузера Chrome. А кроме того, получат поддержку YouTube, Netflix и Google Sheik и Pandora. Flutter создает технологии для распознавания жестов. Разработки компании применяются в современной мультимедийной технике для контроля воспроизведения. Также выпускают программное обеспечение для Macintosh и Windows, позволяющие пользователям контролировать программы iTunes и QuickTime за счет жестов. Британская банковская группа Lloyds решила уйти из Австралии. Сейчас занимается поиском покупателей своих активов на этом рынке. Продает бизнес по корпоративным кредитам, а также подразделения по финансированию производства двигателей и оборудования. Общая сумма австралийского бизнеса – 7,9 миллиардов долларов. При этом Lloyds может продать каждое подразделение по отдельности. Активами уже заинтересовались Macquarie, Pepper, Austria, а также второй по величине австралийский банк – West Park Banking Corporation. Но переговоры о сделке пока не начаты. Lloyds Banking Group – крупнейший розничный банк Великобритании, оказывает банковские услуги физическим и юридическим лицам, услуги страхования, а также управляет пенсионными накоплениями. Образован в 2009 году в результате слияния Lloyds TSB и HBOS. Около 41% акций группы принадлежит государству, вошедшему в капитал банка для спасения его в условиях финансового кризиса. Штаб-квартира в Лондоне. Листинг – на лондонской и нью-йоркской фондовых биржах. Один из ведущих игроков мирового рынка какао и какао-продуктов компания Archer Daniels Midland продает свой бизнес другому гиганту – корпорации Cargill. Стороны находятся на финальной стадии переговоров. Если сделка состоится, новообразованная компания будет способна конкурировать с нынешним лидером по переработке какао – Бэри Калбат. Подробности сделки не разгрошаются. ADM – Международная агропромышленная корпорация, штаб-квартира в городе Декатур, штат Иллианойс. Производит, хранит, транспортирует, перерабатывает и торгует сельскохозяйственными продуктами. Ведет деятельность в 40 штатах США, Канаде, Южной Америке, Европе, Азии, Кот-де-Вуар. Листинг на Нью-Йоркской фондовой бирже. Cargill – одна из крупнейших мировых частных компаний, инвестирующих в пищевое производство. Ведет операцию в 68 странах мира. Занимается продажами зерна, масла, сахара, какао-продуктов, говядины, свинины, мяса, индейки. Кроме того, является крупным производителем сельскохозяйственной продукции. Штаб-квартира в городе Минетонка, штат Миннесота. Покупка ADM совершается на фоне роста доходов на мировом рынке шоколада. В июне 2013 года переработка какао в США выросла почти на 12% в сравнении с аналогичным периодом 2012. Свою лепту в нагнетение ажиотажа вокруг какао и шоколада вносит прогноз Международная организация по какао, которая предположила дефицит сырья в сезоне 2012-2013 более 50 тысяч тонн. Все эти факты способствуют тому, что уже в этом году цены на шоколад могут достичь рекордных отметок на уровне 12 с четвертью долларов за килограмм. Производитель супов Кэмпбелл продал часть бизнеса в Европе. Покупатель – инвестиционная компания CVC Capital Partners. Теперь она контролирует бренды этой компании в Франции, Германии, Швеции и Бельгии, а также четыре фабрики по одной в каждой из этих стран. Сумма сделки – 400 миллионов евро. Эти деньги пойдут на погашение задолженности и другие корпоративные цели. Кэмпбелл суп – крупнейший в мире производитель консервированных супов. Был основан в 1869 году. Продукция продается в 120 странах мира. Штаб-квартира в городе Кэмдоне, штат Нью-Джерси. Акции компании торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже. CVC Capital Partners – частная инвестиционная компания. Управляет активами в размере 46 миллиардов долларов в 18 отделений по Европе, Азии и США. Основано в 1981 году. Завершила более 250 инвестиционных операций в разных отраслях и странах. В мировой шинопромышленности может появиться новый лидер. Стоимостью в 6,6 миллиарда долларов. Акционеры Купер Тайен Трубер одобрили слияние с Apollo Tires. Новая компания будет прекрасно представлена на мировом рынке, включая лидирующий шинный рынок в Северной Америке, а также быстро развивающиеся регионы, такие как Китай и Индия. Сделка между Купер и Apollo должна полностью завершиться до конца этого года. Apollo Tires – один из крупнейших в мире производителей шин. Был основан в 1972 году. Имеет четыре производственных подразделения в Индии, один в Южной Африке, два в Зимбабве и один в Нидерландах. Сеть в Индии насчитывает 4000 дилеров. Купер Тайер – американская компания, занимающаяся разработкой и производством шин для легковых автомобилей и грузовиков среднего класса. Сеть дилеров расположена в 10 странах мира. Компания начала работать в 1914 году. Листинг на Нью-Йоркской фондовой бирже. Apollo Tires согласилась приобрести американского производителя Купер Тайан Трубер примерно за 2,5 миллиарда долларов с целью расширения своей деятельности на рынке США. Но завершение сделки может быть отложено в году протестов рабочих на одном из предприятий компании Купер в Китае и вопросов со стороны профсоюза в США. Инвестиционная компания ККР получает подразделение Panasonic по выпуску медоборудования. Сделка оценена в 1,6 миллиарда долларов. Она может стать крупнейшей для инвестфонда в Японии. Panasonic сохранит 20% акций подразделения и управление ими будет осуществляться совместно. Panasonic Corporation – крупная японская машиностроительная корпорация. Один из крупнейших в мире производителей бытовой техники и электронных товаров. Занимает 50-е место по объему выручки в глобальном рейтинге компании Fortune Global 500. Штаб-квартира в городе Кодомо префектуры Осака. Япония Листинг на Нью-Йоркской, Токийской, Осакской и Ногайской фондовых биржах. Как Эйр Колберг Кравецк Робертс, фонд частных инвестиций основан в 1976 году. Фонд объявил более чем о 150 поглощениях на общую сумму 345 миллиардов долларов. Штаб-квартира в Нью-Йорке. Panasonic продает активы для финансирования программы по возвращению к прибыльности центрального подразделения компании, которое занимается выпуском электроники. Стоимость программы оценивается в 250 миллиардов йен. На этом у меня все. Игорь. Спасибо, Мария. Вы смотрели «Слияние поглощения» – обзор главных новостей рынка МНА Украины и мира. Увидимся в новом выпуске программы на Первом Деловом.